Добрый вечер! Только в нашей программе. Я Дарья Ионова, и я приветствую вас на Большой Перемене. Объявлена дата начала подачи заявлений о приеме в первый класс общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. В Большой Глушице состоялся слет окружного совета старшеклассников школ. В Тольятти прошел большой спортивный праздник «Педагогические высоты». В нем принял участие весь педагогический состав города. На Всемирной Олимпиаде роботов российская команда стала лучшей в общекомандном зачете. Над разрешением спорных вопросов и различных ситуаций всегда имеет смысл объединить усилия всех субъектов образовательного процесса. Это и администрация школы, и родители, и сами ученики. Поэтому образование школьных советов старшеклассников всегда приветствуется. Наши друзья из телестудии «Ракурс» подготовили сюжет о слете окружного совета старшеклассников. Вести других за собой, быть ответственным, быть лидером. Так звучит жизненная кредо избранных учащихся старших классов. В каждой школе есть свой совет старшеклассников. Его задача – тесно взаимодействовать с младшими учащимися и с педагогическим коллективом школы. Группа таких ребят осуществляет деятельность по организации «Досуга учащихся». Именно этой большой теме 10 ноября в Доме детского творчества была посвящена встреча окружного совета старшеклассников. Здесь собрались самые активные ребята из школ двух районов. Пойдемте узнаем, чем они занимаются. На этой встрече ребята, основываясь на праве свободного выбора, вместе сформировали один общий план работы на текущий учебный год для школ Южного округа. Здесь происходит встреча лидеров, органов ученического самоуправления, которые готовы поделиться своими идеями, своими какими-то творческими способностями, креативом. Какая цель у этой встречи? Цель у этой встречи все-таки познакомиться с лидерами, потому что это вновь избранные председатели, президенты. Выборы единые проходили у нас 25 ноября. Кто-то провел заранее их, лица новые, которые представляют свои образовательные учреждения, цель познакомиться, отработать план деятельности на новый учебный год. Ну и, конечно же, показать каждому, кто на что способен. Для удобства ребята разделились на три команды. Продуктивных идей было предложено очень много. От творческих встреч до спортивных праздников. Каждая команда презентовала и защитила сценарий по предложенному мероприятию. Совершенно верно. Проблему досуга школы, вот так вот прозвучено, 100% да. Что для тебя значит быть лидером в своей школе? Для меня это значит нести ответственность за всех учеников, которые там находятся, и быть ответственными за их желания. То есть, если кто-то что-то предлагает или хочет, я должен прислушаться и вынести это на всеобщий совет, скажем так. Как считают сами ребята, деятельность совета старшеклассников в школе ответственная и достаточно трудная. Ну, это непросто. На это нужно время, нужно в первую очередь желание и инициативность. Умение в первую очередь вести людей за собой и двигаться вперед вместе с ними. Благодаря этой встрече в дальнейшем они сами и их сверстники смогут принять участие в мастер-классах, ролевых и деловых играх, спортивных и досуговых мероприятиях. Несмотря на то, что такие встречи для окружного совета старшеклассников проходят редко, деятельность этих ребят заметна на деле. А теперь о главных новостях и событиях в системе образования страны, области и города. С 15 декабря 2017 года откроется прием заявлений в первый класс в общеобразовательные учреждения, за которыми закреплена территория всего города. Это гимназии и лицеи, школа Ягтылык и Вальдорфская школа. А с 30 января 2018 года начнется прием заявлений в первый класс во всех остальных образовательных учреждениях. Прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год будет осуществляться при помощи Портала образовательных услуг Государственной информационной системы АСУ-СО. Родители могут подать заявление самостоятельно или обратиться в образовательное учреждение в случае отсутствия возможности выхода в интернет. В любом случае, условия приема детей в первый класс находятся в соответствующем разделе на сайте образовательного учреждения. На мировых соревнованиях по робототехнике World Robot Olympia 2017, проходившей в столице Коста-Рики, Сан-Хосе, российская команда, представленная 41 робототехником из 10 регионов страны, заняла первое место в общекомандном зачете, а также взяла треть медали по различным дисциплинным соревнований. В составе команды были робототехники из Владивостока, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. И мы уверены, что уже через пару лет ребята из Самары вернутся с этой Олимпиады с победой, ведь в Самаре и в Тольятти уже есть свой кванториум. Самарский кванториум открылся на базе областного центра детского и юношеского технического творчества. В нем пять основных направлений – космо-квантум, IT-квантум, аэро-квантум, робо-квантум и VR-квантум. Эти направления выбраны не случайно. Самарская область – это розы на технологии российского и мирового уровня – космос, оптика, наноматериалы, фотоника. Возможность моделировать, изобретать, реализовывать в инженерно-технических дисциплинах даст базу для новых прорывных решений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наблюдая за успехами ребят на всемирных олимпиадах и творческих конкурсах, и в связи с открытием приоритетного правительственного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Министерство образования и науки заявило о создании интерактивного банка для лучших образовательных программ и разработок в сфере доп. образования. Проект направлен на систематизацию, обобщение и распространение успешного опыта развития региональных систем доп. образования детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь внимание выпускников школ и будущих абитуриентов. Абитуриенты, получившие золотой значок ГТО, смогут в будущем претендовать на дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Поэтому добро пожаловать на стадионы и спортивные залы. Занимайтесь спортом, как это делают в 93-й Тольяттинской школе. Чтобы не заблудиться самим и вести своих учеников правильной дорогой, педагоги школ, детских садов и центров дополнительного образования начали учебный год со спортивного ориентирования. Сплотиться, поработать в команде, показать, что именно наша школа лучшая – такие задачи поставили перед собой участники соревнования. Проект получил название «Педагогические высоты Тольятти». Всего в спортивном ориентировании приняли участие 116 команд, а это почти 700 участников. Учителя нашей школы участвуют в таком соревновании уже не первый год. Поэтому каждый давал важные советы для успешного прохождения дистанции. Выстраивали стратегию и тактику. Чтобы взбодрить друг друга и поднять командный дух, они прокричали свой девиз. Давай! Один за всех! И всех за того! Учителя проходили дистанцию в лесу. Она была непростой, поэтому каждый помогал как мог. Подавал руку на пригорке, подсказывал местонахождение следующей контрольной точки, подбадривал, если это было нужно. На выходе из леса немного измученные, но довольные участники бежали к последней контрольной точке, которая фиксировала все время дистанции. Позже оно сложится со временем всей команды и будет подведен общий итог. Трудно. Трудно очень, да, бежали. Дистанция нелегкая, скажем так. Крутые спуски, крутые подъемы. Но мы преодолели достойно. К сожалению, это заключительная передача из информационного цикла программ про наше образование. Мы благодарим всех наших друзей, которые участвовали в создании программы. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что были с нами. Мы уверены, что еще встретимся на следующий год. Еще больше новостей, лиц, событий и героев на Большое перемене.